друзья всем привет у меня понедельник и наконец-то начался отпуск хотел вам показать тапки такие клевые покупала фамилии да они не бюджетные но очень удобные очень мягкие здесь и резиновая подошва тоже очень мягко и они теплые сейчас погода такая какая-то непонятная общий дом босиком люблю ходить но сейчас ноги мерзнут и я их купила на зиму но сейчас учета ноги мерзнут я думаю надену чё я берегу вот не очень мягенькие очень удобные и клевенькие вот не очень нравится и там были синие но они прям очень похожи на бабушкины а этим не очень понравились такие они веселенькие но вы их видите немножко более бледно вот они прям такие золотистые вы их видите таракота вами они прям вот рыжие как апельсин вот цветочками такие вот прям домашние я уже немножко свои цветочки тут привела в божеский вид на фоне таком показывают но это мой комод надо разобрать до этого дойдет я надеюсь мне здесь просто и пустые банки и какие-то купленные книги очень разная лежит это мы будем разбирать еще посылка с и херба стоит которая часть здесь просто пакеты с чаем хранятся вот очень цветочки сняла упаковку они уже неделю мне стоят сняла упаковку и немножко подрезала листья там палочки чтобы они были поприличнее подарок от любимого таки и пахнут жалко телефон не передает запах такие цветочки друзья у меня сейчас такая проблема возникла я прям вообще во первых поздравьте меня с отпуском сейчас такой сумбур в голове я хотела небольшое предисловие снять не было влогов потому что болела потому что нужно было потом я выздоровела потом выписалась потом там записывалась на эти тела 8 на всякое такое потом у меня еще курт я еще не закончила обследование 8 такое там автошкола скоро экзамен а вот и я так ждала хотелось побыстрее чтобы найти со спуске так его ждала так устала вот и наконец-то начался я могу подумаю ну вот в понедельник я просто отдохнул просто вот просто повалясь ничего не делать и во вторник у меня зубной там нужно встретиться с викой у нее свой канал я у нее выиграла в конкурсе мы с ним вроде договорились но пока еще не определились где встречаемся и во сколько вот но это видео выйдет скорее всего намного позже чем вообще все это происходит а вот я в руках держу свои часы это часы ковой я их покупала наверно года три назад и сегодня я обнаружила у меня такое несчастье произошло у меня лопнуло и мешок часы мне очень нравится в одном месте вот ну то есть в двух местах лопну короче говоря вот так не видно на этом самом на темном фоне не видно короче говоря сейчас покажу вот смотрите короче говоря вот здесь у основания получается лопнул и вот здесь прям совсем и он не застегивается более не так расстроилась я просто хотел спросить меня мужчины тоже смотрят вдруг вы знаете я покупала его недешево покупала в по моему видео но сменных там нету я уже узнавала вот по идее он вот здесь вот откручивается маленькими винтиками и его можно поменять но где купить сам ремешок я не знаю с алиэкспресс заказывать то есть но может если кто-то знает поделитесь ссылкой или какой-нибудь в общем информации где можно его купить вот здесь есть вся информация по поводу этого этого ремешка этих часов и также еще вот здесь на самих часах есть текст нанесенный сейчас попробую может он что-нибудь вам даст вот вдруг вы что-то почерпнете какую-то информацию из этого текста фокусировка сбилась текст я потеряла ну в общем вот здесь что читабельно вот 8 такая беда в общем такая беда алис тут наблюдает как всегда она не может отдельно от меня существовать на улице нормально где-то градусов наверно 10 около того народ гуляет снег у нас еще вон вдоль бордюрчиков там где тень там и снег вот такая как всегда унылая весна отвратительная а и нас еще маленькая новость такая супер классная нас появились двери ну кто следит за мной в инстаграме тот видел двери будет и в мамину комнату 3 дверь но так как у нее сейчас двустворчатая то дверь будет закладываться и потом ставится уже вот точно такая же и здесь квадратные ручки это временные будут другие ручки которые я сама выбирала вот с этой стороны стекло гладкая нужно его еще натереть потому что я просто мыла после установки но там отпечатки прям с этой стороны но молочная матовая вот ручки вообще кстати говоря не выделяются они в общем это фурнитура с 8 все здесь не сочетается и я так винтаж вантаж какой-то написано название ручки вообще другим в общем вы меня поняли да у меня я люблю детали и на деталях у меня все строится вот так что вот так это выглядит и здесь у нас пока что упирается в шкаф дверь но как упирается она принципе не упирается нормально вот но это будет в дальнейшем мы будем насчет этого думать потому что я еще но не знаю короче просто может быть эту часть шкафа мы перенесем на эту сторону и чтобы дверь полноценно открывал то что потом могут возникнуть проблемы с заносом новой мебели и прочим прочим вот так что чем такие дверки я очень довольна наконец-то это свершилось я их выбрала и я долго выбирала долго представлялась и в голове какие они должны быть какого цвета вот в инстаграме я писала какой цвет это беленый дуб называется и он еще и фактурный к тому же то есть вот эти все блестящие штучки это все фактурное но мне нравится пока что проблем с пылью нету вот цвет прям идеальный то что я хотела мне предлагали другие цвета но вот я этот увидела и прям это именно то вот так что такие делишки так из новенького вчера мыло плиту уже как видите тут и алискины волосы и чего только нету котлетки со вчера это моя осталась мои все съели разобрали все что нужно было кто на работу кто куда сейчас доделываю солянку тушу капусту надо посмотреть сейчас в каком она состоянии то что еще вчера я начала делать вот там у меня косточки копченые на дне надо достать час их мяско срезать какое есть и буду уже добавлять лук морковку все дела мне будет просто солянка без какого-то там еще без извращений просто капуста тушеная да то есть и морковка оттуда добавится лук немножко томатной пасты ну и вот мясо с тех косточек которые есть все как бы ничего самолет я изобретать не собираюсь будет у меня такой гарнирчик мне кажется она уже почти готова все сейчас буду дальше морковкой заниматься и прочим вот друзья еще я забыла сказать когда про двери там говорим очень я забыла хотела сказать по поводу изменений дам алиска на шкаф залезла короче говоря я еще для себя поняла плане отношений одну важную вещь то что почему я ожила да и вообще вот что мир более многогранен чем я его видела до этого короче говоря это все очень так запутано я всегда говорю мне кажется что кроме меня самой никто меня не понимает мы сейчас делаем в другой квартире ремонт я там показываю чем делаем у меня отдельные влоги и я снимаю называется у меня ремонт в убитой двушки отдельные влоги сейчас пока только два было ну тут вам где-нибудь ссылочку оставлю вот в общем и мы ходим там с мамой выбираем какой-то обои обои для коридора обои для кухни обои там ночью туда обои в спальню какие-то как будем потолок красить там какой цвет белый не белый матовые какой-то еще нужно ли вообще его перекрашивать там еще какие-то смеси с там закупаем заказываем доставку у нас было 10 мешков какой-то смеси для выравнивания стены уж не помню название роды band что ли как-то так вот 8 и я хожу так параллельно то есть мы там уже и люстру в коридор присмотрели эксклюзивная там ручная работа вот ну если дверь крутая то и люстра должна быть круто вот в общем ну так вот ходим пошли допустим за обоими и если вдруг по дороге там мимо проходим на рынке все заказывают только вот смесь заказывали в этом самом леруа потому что там доставка с рынка там нет доставки ну дороже будет доставка чем с магазина вот в общем и мы вот ходим допустим там пошли за обоими прошла прошли через павильон с освещением до с люстрами и там вот если увидели что-то такое прям вот для квартиры то сразу берем оказываем вот и я в общем решил я когда началась не ходить я поняла что это так вдохновляет вот я настолько привыкла жить в этой квартире она настолько въелась в мою голову вот эти вот все обои это то есть но не было в моей жизни перемен таких которые бы вот что-то переключили в голове да и я настолько привыкла то что она вот она старенькая но я вот не как-то живу и жила и живу и наверно так и нужно а вот благодаря вот этим переменам в моей жизни переменам тем что мы начали эту квартиру другую ремонтировать потому что она простаивает вот мы за два года можно сказать потеряли кучу денег из то что она просто стоит вот и но мы там были свои причины мы никак не могли вернуться скажем так такое обычное жизненное русло потому что ну если так своими словами говорить то все дело в психологии мы потеряли близкого человека к чему наверное никто не бывает готов и мы с мамой были остались одни и просто каждая из нас ушла в свой внутренний мир и для каждой из нас вот то что было вокруг она была как защитная оболочка и мы к этому привыкли мы наверное не были готовы и не хотели ничего менять вот а сейчас просто и моя жизнь изменилась да и наверное у мамы появилась надежда что она станет бабушкой это неизбежно должно произойти вот и она давно этого хочет вот и наверное вот когда я начала и помогать вот в этом плане то есть квартира в ее собственности да поэтому она делает ремонт но я и помогаю выбирать там подбирать обои цвета какой-то декор и люстра это пол мы не будем менять он будет шлифоваться вот не шлифоваться как называется по-другому правильно циклеваться вот циклеваться вот потому что там паркет вот ну там в общем всякое такое и мы ездим по строй рынком вот двери выбирали заказывали там входную дверь заказывали межкомнатные и вот когда я пришла в тот магазин им заказывали входную дверь и я увидела эти двери я поняла что да наконец-то я нашла двери в свою комнату вот и наконец-то это свершилось мы купили их уже поставили я вам показывала вот и вот этот весь процесс я к тому что вот этот весь процесс когда выбираешь что-то новое вот мы ездили искали обои в спальню в коридор мы как-то сразу пришли на рынок просто смотреть просто смотреть мы еще ничего не хотели выбирать мы просто приехали смотреть какой ассортимент обоев есть и мы увидели эти обои маму спальню я говорю какая спальня нет это коридор это вот определенно для коридора причем именно вот весь наверно коридор от входа до санузла вот именно эта часть а то что поворот в сторону кухни это уже другое там что-то другое нужно вот и я сразу сказал коридор и мы их тут же купили то есть мы даже не выбирали что-то другое они нам понравились вот и потом мы когда начали уже второй раз поехали уже выбирать обои для на спальне я чё-то мне так понравился весь этот процесс и я вдруг после того как мы выбрали двери в квартиру в которой живем я вдруг у меня включилась что-то и такая так надо начинать уже эту квартиру ремонтировать сколько может она простаивать непонятно то есть ну конечно я такой человек я могу приспособиться к любому месту жительства и ничего не менять при этом да но наверное вот вот сейчас в моей жизни нужны именно перемены потому что я понимаю что если я не буду ничего менять то опять наступит это депрессия и то то время когда я опять окажусь вот в этой своей какой-то внутренней в своем внутреннем мире когда мне ничего не нужно будет вот а я не хочу наверное вот сейчас я не хочу я я это поняла благодаря любимому человеку вот и мы вот ходим выбираем обои я понимаю что мне это нравится я хочу изменить то пространство в котором живу так что дорогой не волнуйся когда я говорю я к этому стремлюсь это действительно так это не просто слова просто ты хочешь чтобы было вот так вот по щелчку а я так не умею я люблю процесс и люблю от него получать удовольствие вот поэтому будет все происходить в процессе и чтобы я получал удовольствие иначе не получится иначе по щелчку вот так вот все выкинуть на хрен и ничего не изменив при этом так не получится надо изменить вот поэтому постепенно постепенно мы будем с вами расхламляться будем с вами делать ремонт и я надеюсь что это не затянется мне все-таки сейчас такой тоже период мне тяжело я очень рад на конец начался отпуск мне тяжело совмещать работу воплощение каких-то вот идей в жизни в жизни в жизнь вот и автошкола еще еще экзамен надо готовить ну это необходимо сейчас вот так что вот это я забыла вам сказать может быть что-то еще дополню минутка мыслей мысли излияния как нам а а Продолжение следует...